Этот билет у нас хранится очень уже давно. С того момента бабушка рассказывала очень много про эту повестку. И как бы теперь являются семейной нашей реликвией. Реликвия и память. Будучи маленькой, Мария Тимофеевна не раз слышала от бабушки историю, как она, передовик сельского хозяйства, ездила на первую конференцию Академии наук. И буквально сама творила историю. Ее как бы выбрали делегатом именно от нашего района. Уже Требогатайский район был, потому что он у нас образовался в 1933 году. И вот она являлась, как передовая колхозница, вот именно в составе вот этой делегации. В составе той делегации было около ста представителей Бурятии. Научные сотрудники, власти, колхозники, писатели. Вот эту фотографию я вижу впервые. Это из фондов Национальной библиотеки. Дед-писатель Алдара Гомбоева, известный как Цидон, тоже был в числе делегатов. В 30-е годы он заболел идеей зарождения промышленности в Бурят-Монголии. Очень сильно ушел в эту тему и успел написать трилогию в переводе с бурятского. То ужасо, это в бару. Все он успел написать. И, естественно, был заинтересован, как менялась, так скажем, общественное сознание, структура, социальная структура. Предложение общественников и их пыл, можно сказать, запустили тогда огромную машину развития сельского и промышленного хозяйства. За 10 дней, с 1 по 10 апреля, разработали основополагающие документы. Родилась резолюция на 54 страницах, в которой расписано, каким образом должна развиваться экономика. В области геологии, в области транспорта, в изучении Байкала, в том числе культуры и развития экономики региона. Итогами стали вполне реальные заводы и фабрики. После этого, вы знаете, появился идея, не идея, а план строительства Лыворезе, авиазавода, мясокомбината, стекольного завода, завода Минекирова и многих-многих других предприятий. Фотографии и основные доклады конференции бережно хранили в Национальной библиотеке как памятник в отделе редких и ценных книг. Но в связи с 85-летием конференции их решили сделать общественным достоянием и собрали целый фотоальбом. Помимо этого фотоальбома, в который включены 140 фотографий, имеются также оригиналы трудов издания 1935 года и 1936 года. Называется «Проблемы Бурят-Монгольской ССР». Увидеть уникальные документы можно на постоянной выставке, доступной для всех посетителей библиотеки. Мария Кравцова, Андрей Дармаев, Новости дня.